Быть или не быть национальному парку на острове Вайгач? Этот вопрос обсудили на общественных слушаниях. Участие в круглом столе приняли представители исполнительной власти округа, отделение пограничной службы, общественные организации и жители самого острова. Кто за, а кто против появления национального парка на священном для ненцев острове, смотрите в следующем сюжете. Казалось бы, благое дело, которое поддержали и администрация Ненецкого округа, и Минприроды России – сохранить уникальный природный объект. Где на сравнительно небольшой территории можно встретить новоземельского дикого оленя, атлантического моржа, китов, дельфинов и тюленей, многие из которых занесены в список редких и исчезающих животных, белых медведей и огромное разнообразие птиц вызвало вопрос – кому это нужно? А ведь создание национального парка в какой-то мере защитит остров от въезда посторонних и браконьеров, но в то же время ограничит самих жителей, которых более ста человек от свободного передвижения по территории. Не устраивает жителей округа и то, что разделят их остров на какие-то зоны. Действительно, если они будут жить, как представьте, в гетто, 5 километров от посёлка, никуда не выйди, никуда. Как им заниматься традиционным промыслом. Там в основном живёт коренное население немцы. Они занимаются рыбалкой, охотой, собирательством. Больше работы на острове нет. Как выяснилось, в ходе круглого стола до начала лета местные жители были не в курсе того, что ведутся активные работы по созданию особо охраняемой территории и находятся уже в завершающей стадии, поэтому забили тревогу. Я впервые услышала случайно от жителей также по приезду. Я вообще как-то не предлала даже значения этому изначально. А потом уже, когда 23 июня все приезжали, людей никто не позвал. Мы были даже в курсе событий, что какие-то мероприятия не начали. Но, естественно, в посёлке все против. Больше вопросов, чем ответов, осталось и у Ассоциации ненецкого народа Ясавэй. Ведь на острове также сохранились уникальные исторические культурные памятники, которые существуют с начала тысячелетия. И это место является сакральным для ненцев. Остров Польгач является для нас, на самом деле, очень значимым местом. И в городе, в деле, совершали обряды свои и приносили жертвы. И на сегодняшний день, когда вопрос встаёт, в первую очередь, о тех местах, которые для нас вещали, мы, конечно, к этому очень пристально и внимательно относимся. Я почитал проект, и практически все наши институты познакомились с ним. На самом деле, вопросов больше, чем мы требуем. Вызывает у активистов вопрос и тот факт, что национальный парк должен стать объектом федерального значения. С одной стороны, это хорошо, ведь расходы по созданию дальнейшей работе лягут на плечи федералов. Но есть и другая сторона медали. Контроль, и в том числе по въезду на остров, также будет в прерогативе уже не нашего региона. Да и то, что средства дойдут до конечной точки, тоже остаётся открытым вопросом. Все мы говорим, ой, деньги, деньги, нам федерация отдаст деньги. Ну хорошо, я вам приведу живой пример. На протяжении, наверное, Ольги Зинововны, она не даст соврать, 10 лет, у нас есть памятник федерального значения, это Тустазирс. Вы знаете, да? Как бы мы ни писали, как бы ни обращались, сколько бы слёз не вели, кто бы туда ни обращался, денег-то нет. В хорошие-то времена денег не было. А мы хотим, чтобы жителям там платили всё. Нерешённых вопросов остаётся очень много, поэтому впереди ещё не одно общественное слушание. И только после этого будет вынесено окончательное решение.